Улица Встречная вышла в свет. Здесь установлено более сотни новых фонарей. Всегда загруженная, но прежде темная. Магистраль теперь прилично освещена. Светлее стало и на Парковом проспекте. Здесь появилось еще два десятка фонарных столбов с мощными лампами. Спешащие на работу местные жители, естественно, не могли этого не заметить. Темно было зимой особенно. Изменилось хорошо. Молодцы, ходить можно теперь нормально. Да, конечно, лучше. Светло. Раньше вообще темно было. А сейчас прямо весь парковый освещен. Новые фонари поставили. Вечером идешь, все видно, все хорошо. Замечательно вообще. Нормально. Сделать микрорайон более комфортным удалось благодаря городской программе «Светлый город». В ее рамках капитально ремонтируются существующие сети, идет строительство новых объектов краевой столицы. По инициативе депутата Михаила Черепанова в программу были включены и улицы микрорайона Парковой. Это, прежде всего, безопасность горожан. Там действительно, если говорить про улицу Встречную, она не столько критична была, но тоже необходимость была в освещении. А вот если говорить про проспект Парковый, достаточно людное место, бывший китайский рынок. Понятно, какая там была обстановка, часть и криминогенная, и не было освещения. Слава Богу, что это все случилось. По словам Михаила Черепанова, ближе к лету на территории Паркового начнутся активные работы в рамках еще одной городской целевой программы, которая носит название «Об устройство пешеходных зон». В 2013 году уже были отремонтированы участки улиц Боровая, Каменского, Желябова и других. В ближайшей перспективе капремонт на Папанинцев. Есть в планах и традиционные работы по благоустройству территории, строительству детских площадок, установке тренажеров и многое другое. Олег Романов, Степан Пепеляев, ТВ Новостей.